Всем привет! Это программа Человек и Кино. И сегодня у меня в гостях актриса Алмагуль Казихан Сыгандык. Но актрису я, наверное, прям опрометчиво быстро назвал. С этого момента еще и режиссер. Получается, правильно? Ну, получается, да. Вообще, большая редкость для казахстанского кино, чтобы актеры вставали за режиссерское кресло и начинали что-то снимать. А тут тем более, когда актрисы это делают. Обычно у нас актрисы такие... Буду продюсером. У нас Баяна Есентаева была актрисой, стала продюсером. А Сельсия Давакасова, Курлая Нарбекова. Вот вы решили стать режиссером. Что вас побудило заняться чем? Ну, я давно подумывала об этом. Но был страх у меня. Я работала... Я же работаю в театре. А там я режиссировала концерты, перформансы, какие-то арт-перформансы. А вот у нас есть свой творческий лейбл, называется «Тубе». Там есть актеры. Вот это «Лаб-316» и туда уходят. И музыкальные артисты, рэперы, певцы. А я там как художественный руководитель. Мы долго думали... Это наш первый клип нашего лейбла вообще. Мой первый клип и первый клип нашего вот этого артиста. Многие режиссеры проходили со своими идеями, но нам ничего не понравилось. Я такая... Мне кажется, мне нужно сделать самой. У нас же вот укоренилось это мнение, в принципе, но оно достаточно справедливое, потому что женщине реализоваться в профессии, вот, в основном, какие-то руководящие должности, когда режиссер и руководящие, это какая-то профессия такая. Большая проблема, да, то есть у нас все равно общество такое достаточно консервативное, патриархальное, и вот тут ребята, большой мужской состав в клипе, да, и насколько сложно вот молодой девушке, творческой актрисе, руководить вот такой вот достаточно, ну, серьезной организацией, как вот лаборатория театральная и так далее, и так далее. Или тут еще и съемочная группа, которая наверняка из мужчин в основном состоит. Да, в основном, да, лейбл из мужчин. Настолько двое, вот та девушка, которая вот в клипе пела, и я. Вообще не было никакой сложности, смотря тут, знаете, в какой компании ты находишься, какие люди. А мне с моими ребятами очень легко работать. Наоборот, всегда помогают, поддерживают, слушаются у меня. Наверное, единственный человек, я женщина, конечно, но единственный человек, которого они слушают. Они друг друга не слушают, а меня, да. Через меня все проходит. Легко очень, я не знаю, у меня никаких сложностей не было. Ну, это какой-то авторитет, который надо было вырабатывать и, там, не знаю, проявить железную волю и говорить, там, я здесь вообще-то вам не женщина, а вполне себе такой ответственный сотрудник. Наверное, я не знаю. Вопросов не было по этому поводу вообще. Ну, ваша актерская работа началась вот именно с ЛАП-316, правильно я понимаю? Да, да. Ну, и как так получилось, что из такой достаточно авангардной театральной труппы вдруг Алмагуль становится звездой молодежного сериала «Бртохсанда»? Ну, а вам не нравится, да, этот сериал? Нет, мне не очень нравится, я его просто не смотрел, я берегу психику. Потому что я очень люблю Мирата, Миятова, да, и всех этих ребят, но как-то я, видимо, не совсем в возрастной категории, на которую ориентирован этот сериал. Ну, это вообще один из первых сериалов, веб-сериалов в Казахстане, который набирал миллионы. Разве он не телевизионный уже будет? Ну, телевизионный, но в основном в Ютубе. Все смотрели. У нас был рекорд. Мы за 20 часов набрали миллион просмотров. Ну, это тогда было, а сейчас это нормально. Потом, Салем, только после нас начались это снимать, и веб-сериалов. Ну, Салем, господи, что там Салем, ага. Вот, это очень теплый проект для меня. Да, я тогда работала в ЛАП-316, и меня позвали на кастинг. Вот, как раз Нуржан, Ирканала и Мират. Они меня утвердили, хотя многие были против. Потому что многие знают меня, какая я в жизни, а там у меня вообще противоположная роль. Ну, вот интересно, какая вы в жизни, и какая у вас противоположная роль в ЛАП-316? Ну, я такая в жизни тусовщица, очень активная. А там роль ботанички, старосты, такой тихонь. Мне прям теперь стало интересно посмотреть. Говорим про это явление, потому что я сходил всего на один спектакль, очень достаточно давно это было. Это вот был как раз Том Стоппорт, Розенкрас, Делин Стерн, Мертвы. И я тогда, конечно, поразился о том... В принципе, не очень хорошо, чтобы я был знаком с казахстанским театром, особенно с театром на казахском языке. А здесь такая удивительная смесь. С одной стороны, это английская комедия, драматургия очень забавная, которая там... Вильям Шекспир плюс Том Стоппорт, а потом еще и... Казахстан. Это очень крутая казахская история. Это такой вот... По-хорошему шизой вот это. Вот, когда вдруг в английской песне появляются казахские артисты, которые то ли на тоях зарабатывают, то ли еще где-то. Вот мало кто понимает, что вот есть какой-то такой театр, который сильно отличается от того, что делает театр Уэзова, театр Мусрепова. Как вообще появилось это объединение? И кто занимается подбором этого материала? И вот эту органику кто придумывает? Так, получается, труппа, это независимая театральная труппа, это не театр, лаборатория 316. Получается, мы занимаемся не только театром, а вот мы песни пишем и снимаем. Вот. Мы закончили колледж, имя тем, где Кожевгенева. У нас есть мастер, наверное, ну, вы знаете, Кубаншпек Адылов. После колледжа мы хотели открыть свой театр, но не получилось. И мы... Больше... Количество ребят мы переехали в Москву. Мы хотели поступить туда, но не получилось, там поработали. У всех сразу не получилось? Нет, у нас Аршат поступил в ИТИ, имя Ершова. Потом Нурдаулет поступил туда, остальные... А я хотела МХАТ. Когда как раз в тот год принимал Виктор Анатольевич Рыжаков, я очень сильно хотела к нему, а других вообще не видела. Ну, меня не взяли, и потом я вернулась обратно в Алматы. И когда мы были в Москве, мы много видели театров, особенно независимых подвальных театров. Я такая сидела, думала, мы же тоже можем так. Почему бы в Казахстане не открыть такой вот театр современного искусства, где молодежь играет? И тогда, вы наверняка знаете, есть в центре имени Мирхольда. Там открылся театр Юль-Ансамбль. Тогда они были четвертым курсом, вот курс Анатолия Виктора Рыжакова. И я каждый день ходила к ним на спектакли, на репетиции. Они очень сильно меня вдохновили. Они тоже такие молодые ребята, амбициозные. У них энергия бешеная. Они все поют, все танцуют, все играют. Вот я вернулась, потом собрала всех ребят, и я сказала, давайте, ребята, откроем театр. И потом мы пошли к Кубе, рассказали свою идею. Он руками-ногами подирал нас. И вот мы арендовали подвальные помещения, эсто, там бани. И потом к нам пришел Антон Дукровец. Антон Дукровец и Саша, они увидели наш спектакль и сказали, вот, через где-то полгода откроется вот такая вот площадка театральная, называется «Трансформа». И мы хотим взять вас резидентами и хотим открыть эту площадку с вашим спектаклем «Би-О-Кю». Вот, через полгода нас приняли туда, и мы открыли эту площадку, там начали работать. Потом к нам начали присоединиться бывшие актеры немецкого театра. Это Антон Дукровец, Ксюша Мукштадт, которые играли в «Разумфранции» в Минстерне. И потом Тори, Дмитрий Хольцман. И потом, кроме лаборатории 316, мы открыли еще одно объединение, называется «Театр имени балета». Вот. Даже, наверное, сложная история, да? Потому что сначала есть театральная публика, и уже, наверное, есть поклонники, да, вот, ЛАП-316. Да, есть. А с другой стороны, абсолютно противоположная аудитория сериала «Буртохсан», «Лавантер» и вот я уже не помню, как называется третья часть уже. Но вот как работать из той, из другой аудитории, поэтому быть, ну, как бы, естественным, органичным для тех и для других? То есть где брать эти творческие силы? Я не знаю, я не задумывалась об этом вообще. Вообще, вот, честно, честно говорю. Я просто существую так. Я такая, какая я есть. Я не знаю, нигде ничего не играю, нет никаких рамок, никаких границ. Я везде такая. Ну, удивительно, что вы, мало того, что организатор всей этой истории, так еще и вполне хорошо так сериализуете именно в кино и сериалах. Еще одна большая такая важная веха в вашей фильмографии, да, наверное? Проект 5.32, вот, роль супруги главного героя. Вообще-то, для меня, ну, большим потрясением было то, что вот ее история и финал душераздирающий абсолютно. Вот, когда вы прочитали сценарий, вот для вас что вы подумали или почувствовали в этом момент? Ну, когда узнали судьбу своей героини. А свету можно определить? Наверное, сейчас вы удивитесь, но я, я никогда не придаю значимости, вот. Меня дали сценарий, я примерно поняла, что я должна сыграть, какая моя героиня, а больше нет, дальше я не думаю. Это все происходит. Я прихожу на площадку и включаю здесь, и сейчас я забываю, и все. То есть без этого, без Станиславского вы угодите в роль, да? Нет, у меня школа другая. В колвыкл. В 5.32 он добавил вам явно поклонников новых, и насколько сейчас сложно справляться молодой актрисе, в принципе, молодому человеку с наплывом популярности, особенно сейчас, потому что наша культура явно развивается очень сильно и быстро. То есть неожиданно, если вот 10 лет назад актеры, чтобы их узнавать, начали на улице, но они должны были проработать очень долгое время где-нибудь, хотя бы, если один хотят проект с Триллом, то это уже удача. А тут у вас и популярный молодежный сериал, тут же популярный триллер, первый вообще популярный триллер в Казахстане. Да. Вот. Ну сколько тяжело просто справляться вот с этой вот внезапно обрушившейся славой? А я просто не предаю значения. Вообще? Вообще. Не знаю. Все спрашивают меня, у тебя жизнь поменялась после 5.32? А я говорю, нет, как жила, так и живу. Вообще. То есть нет этого раздражения на то, что теперь нельзя, грубо говоря, пойти напиться где-нибудь в баре и... Вообще легко, легко. Я на автобусе езжу, на такси нет. Меня можно везде встретить, у меня нет такого, сейчас меня узнают, я туда не пойду, не пойду. Нет. Вообще легко. Как работала с Талеширом? Ой, классно. Я, кстати, у меня была мечта с ним поработать. И вообще легко очень. Главное то, что он знает, чего он хочет, четко понимает, четко все видит и ставит четкие задачи. Мне очень легко работалось, я кайфовала от процесса. Вот когда я работала, я вообще не думала о результате, и мне нравился процесс. Мы жили три месяца в Каратаве, я кайфовала. Конечно, было тяжело, там были клопы, комары. Было тяжело, но если бы сейчас мне еще раз платили, конечно, очень мало, если бы еще раз мне предложили туда пойти и прожить все это заново, я бы с удовольствием согласилась. Кстати, это интересный вопрос. Почему у нас с актером мало платят? Вот-вот, именно еще с каждым годом. Все меньше и меньше? Все меньше и меньше. Я не знаю, я хочу понять. Наверное, стану продюсером и потом пойму. Да, на самом деле, по поводу режиссуры, мы же так и не договорились. Очень крутые визуальные образы, ну, вот понятно, что это достаточно такая, ну, я там увидел что-то вот от шорт-пари, вот это, то есть, вот такое. Ой, да. Я вдохновилась. Они мои просто, я их фанатка. Николай Камягин, моя любовь. А сколько эта эстетика вообще применима к Казахстану? Потому что все-таки шорт-пари, это такая социальная же история, а здесь, ну, больше искусства. И что еще, ну, я не знаю, у меня какой-то шорт-пари вон карвай почему-то в слове говорили. Да много чего. Я вообще сделала так, когда я впервые послушала песню, у меня были какие-то ощущения, а потом я долго ходила, не могла придумать концепцию вообще, сценарий. А ощущения стояли вот здесь, а я вот вертелась тут. А потом, когда я придумывала, и когда ощущения и сценарий совпали, я такие, о, все, надо снимать. Там можно найти все, как учил наш мастер. Я не хотела загонять всех в одну рамку, я бы хотела, чтобы каждый зритель нашел свое. У нас в спектаклях тоже так, потому что, когда ты выходишь после спектакля, кто-то понял другое, кто-то вообще другое. И вот это вот, когда, ну, по мне, настоящее искусство должно разделять людей вообще, а не объединять. Вот. Для меня вот это. И главным моим целем вот это было. мне кажется, я достигла своей цели, потому что я спрашиваю уже отзывы, я читаю отзывы, некоторые люди находят такие отсылки, которого я даже туда не вкладывала. Да, у меня было ощущение, что я еще там Кэндри Каламара где-то увидел. Да, да, смесь Кэндри Каламара и Иисуса. Иисус, тоже мне, я думаю, казахский Иисус это что-то новое. Здесь все-таки есть, да, вот, поиск одобрения у зрителя, то есть, читать отзывы, спрашивать. Потому что до этого было полное ощущение, что нормально, я езжу в автобусе, и меня как бы мало интересует слава. тут, как сказать, я же ради этого делала, что получить какие-то отзывы. Это игра со зрителем. Я понимаю, что вряд ли вы останетесь на клипах, то есть, есть амбиции сериала, кино, и что-то ты думаешь? Да, И уже какие-то шаги в эту сторону делаются? Нет, еще не делала, но хочу очень. Ну, наверное, начну с коротких метров, потом полный метр. Посмотрим. Но очень хочу этого, потому что мне очень понравилось. Знаете, что я заметила? Мне понравилось больше быть за кадром, чем в кадре. Прикольно, да? Удивительно. Удивительно, да. Потому что, когда ты режиссер, ты чувствуешь себя художником. А я вообще не хочу стать режиссером, я хочу стать художником, я не хочу стать актрисой, я хочу стать артисткой. Художником, когда у тебя есть голос, ты можешь высказаться, выговориться. А когда ты актриса, ты же исполнитель? Ну да. Ты воплощаешь чужие идеи. Очень прикладная профессия, на самом деле. Кстати говоря, по поводу актерской профессии, сложных ролей. Мы вот в январе посмотрели все, все, кто успел посмотреть, фильм «Бахат», моего хорошего друга, Оскара Узабаева. Во-первых, хочу сказать, что очень круто сыграно. Я посмотрел, думаю, как Оскар нашел таких актеров, которые... Я просто этого не видел этот сериал «Братахсана». Я думал, что просто дебютанты собрались и снимаются. Но история достаточно сложная у вашего персонажа. То есть девушка, которая забеременела, выдают замуж, вообще, в принципе, с этого уже начинается вся эта история. Да, да, да. Вот с этой роли, и в работе с «Кармом Забаевым». Что вы можете рассказать вообще об этом проекте? Во-первых, вы знаете или нет, это мой первый единственный полный метр. Да. Да. И первая экспедиция моя. Первая такая, большая, очень такая, ну, очень значимый проект для меня. Мы жили в Балхаше месяц. Экспедиция, я обожаю экспедиции, потому что это очень сильно помогает вообще войти в роль и почувствовать полноценно историю, потому что, когда ты в Алма-Ате, все-таки очень много отвлекающих моментов. когда я прочла сценарий, то же самое, я все время работаю на уровне ощущений. Что-то появилось, что-то есть, вот, я откладываю вот это, а потом я просто забываю. Потом пришла на площадку и включила, ощущение здесь, я работаю здесь, совпало, все, главное. вот техника. вот для себя вот эту героиню поняли, то есть, фильм начинается с того, что вот ее жених в отвратительной, чудовищной форме ее оскорбляет, говорит о том, что ты такая, ее не очень, не для телевидения слова, но вот она все равно выходит за него замуж, рожает от него ребенка, и, ну, мы же понимаем, что это достаточно болезненная тема, в принципе, для женщин средней, а в принципе на постсоветском пространстве это бытовое насилие, которое начинается уже вот еще до момента свадьбы. Сразу же, да, да, да. Как вы для себя оправдываете подобных героинь, подобных персонажей, вообще подобных людей? Не знаю, я никак не оправдываю. По идее, у меня была цель показать, я же понимала, что этот проект этот фильм будет показывать за границей, потому что изначально была такая цель, и я хотела показать всю боль вот казахских девушек, еще вот эта свадьба, которая там у нас была. Да, классно. Да, эту свадьбу мы снимали как документальный фильм, рассказывали, наверное, прям полноценная свадьба была от начала до конца. Я не знаю, мне казалось, что люди будут смотреть на меня, как вот, люди же не знают, что у нас происходит, происходит в Казахстане вообще, ну, за границей, и я должна быть просто вот, как сказать, показателем вообще социальной жизни наших девушек. я старалась показать всю эту боль, ну, не знаю, получилось, нет. Ну, вам не показалось, что вот финальные сцены Оскар Узабаев как будто и Асем Жапишев, сценарист, они как будто оправдали, то есть, то, что, ну, что ребенок, новая жизнь, это, скажем, это не факт, может и с ней тоже такое же повторится. Вот то дело, что я как бы об этом и говорю, то, что как будто они пытались гладить вот все углы вот этим рождением этого ребенка, но как будто ты понимаешь, что его ждет то же самое. Да, потому что, да, может, я, мое сознание поменялось, но я буду делать то, что я видела, это, вообще, всегда же мы делаем то, что мы видели у себя. Да, в своих семьях. Да, в своих семьях. Это очень знакомо, мне кажется, у всех было. Не у всех, и дай бог, чтобы не у всех это было, и вообще бы еще меньше. У многих, даже если это не физическое насилие, а вот моральное. И, ну, уже мы подходим сейчас к концу нашего разговора, и хотелось бы поговорить о новом проекте с целем сошел-медиа. Ты понимаешь, у вас там главная роль, да? Да. Что это за проект и о чем он? Это первый казахстанский веб-сериал в жанре хоррор. Режиссер Короти Маргалиев, наверняка, знаете, он оператор. Да, это его дебют. Очень, как сказать, тяжелый проект. Для меня это было большим опытом, потому что вообще ни у меня, ни у режиссера, ни у команды не было такого опыта никогда. и это был очень такой интересный эксперимент. Меня утвердили весной. Я так долго ждала этого проекта, потому что я понимала, если я буду работать в этом проекте, я наберусь больше опыта и буду оттачивать свою технику. Много чего возьму оттуда. И поэтому всем отказывала, отказывалась от всех проектов. я ждала этого проекта. Надеюсь, я не знаю, нет, я не буду ничего ждать. Но процесс был прикольным, интересным очень. Мне всегда было интересно узнать за кадром вообще, как работают актеры, которые снимаются в таких фильмах. Я до этого не смотрела фильмы в таком жанре вообще, а потом после я понимаю, это очень сложно оказываться. Просто большой респект актерам, которые снимаются в таком жанре. Это очень сложно. Это не то, что ты пришла просто там обслуживаешь чекст и ушла, да? Это такая большая работа. Очень много энергии требует. Ты всегда должна ходить сосредоточенно. Еще такая история там очень сложная. Я тоже играю беременную суррогатную мать. Вот. Мы снимали в лесу и физически, и морально было нелегко. К сожалению, наше время подходит к концу. Спасибо вам большое, что пришли. С вами было приятно пообщаться. Спасибо за приглашение. Это была программа «Человек и кино». Алма Гулька, Зихан Сагандык, Карим Кадырбаев. Всем всего хорошего. До свидания. Пишина на площадке. Сверху. Попробуем. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова